здравствуйте мои дорогие зрители с вами евгения таро и сайт маг экспир торг спасибо что заглянули ко мне на огонек и сегодня я хочу предложить вашему вниманию гороскоп таро на ноябрь 2018 года для всех знаков зодиака итак мои дорогие любимые девы давайте вместе посмотрим каким для вас будет ноябрь 2018 года я уже заранее перетасовала колоду карт но еще давайте вместе с вами несколько раз ее помешаем и я начну выкладывать расклад сначала я выложу сами карты а потом буду давать вам трактовку и так каким же будет настроение общее настроение этого месяца для вашего знака зодиака смотрите-ка какая замечательная карта выпала девятка пентаклей карта роскоши и богатства а вот на личную жизнь выпала пустая карта здесь карты молчат что-то они от вас скрывают не хотят рассказывать а в работе в карьере ну здесь все спокойно что с деньгами выпала карта мир старший аркан какой-то новый уровень доходов вам предстоит также про здоровье карты говорят очень хорошо и позитивно потому что здесь у вас стройка кубков выпала замечательный аркан и одну карту я вам на удачу достану карту совет а здесь вам достался король пентаклей ну что ж по моему довольно неплохой расклад но давайте разбираться подробней если девятка пентаклей выпадает как характеристика общего настроения периода это хорошо потому что это одна из карт богатства и процветания масть пентаклей указывает на рациональный подход к жизни на практичность приземленность в хорошем смысле этого слова и правильный расчет конечно же эта масть всегда связана с материальным благополучием и комфортом а девятки девятки всегда говорят о самостоятельности так вот девятка пентаклей обозначает финансовую независимость или другими словами самодостаточность эта карта часто обозначает то что вы можете войти в высшее общество стать частью элиты и чувствовать себя там как рыба в воде в принципе вы в любой компании будете чувствовать себя в своей тарелке при этом всегда сохраняя свое мнение и твердость характера пустая карта выпала в позиции любви и личных отношений и естественно тут первая мысль которая может возникнуть это пустые хлопоты ну или пустой файл отсутствие информации на эту тему в небесной канцелярии карты по какой-то причине не хотят раскрывать информацию о будущем в этой теме для вас но на самом деле если разобраться хорошенечко с этим арканом то мы с вами увидим что изображение на этой карте все-таки есть и знаете что она мне напоминает небо в алмазах или знаете что еще брызги шампанска или может быть блеск бриллиантов в общем много 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 маленьких звездочек на ночном небе ну конечно же только в этой колоде таро я могу вам сказать так что то что вы сейчас придумаете себе как должна складываться ваша личная жизнь в этот период так оно и будет я заговорила эту карту на исполнение ваших желаний так что загадывайте и они обязательно сбудутся так в работе в карьере выпала четверка мечей как я эту карту называю в багдаде все спокойно четверки всегда связаны с темой стабильности в нашей жизни а стабильность это отсутствие перемен и каких-либо изменений тем не менее это карта масти мечей а мечи это всегда амбиции или какие-то идеи фикс ради которых вы готовы в лепешку разбиваться так вот в четверке мечей обычно амбиции консервируются и прячутся куда подальше до лучших времен кому-то может показаться что это тупик четверка пик или четверка мечей это безвыходная ситуация без натега апатия и стагнация но я вам скажу так что постоянно расти и развиваться постоянно достигать какие-то цели постоянно быть лучшим и рвать себе жилы доказывая всем на что вы способны невозможно иногда нужны периоды когда можно взять паузу отсидеться или отлежаться отдохнуть и набраться сил накопить энергию как я говорю про эту карту зарядить аккумулятор чтобы потом когда предоставится хорошая возможность показать все на что вы способны а не облажаться сдувшись как мыльный пузырь или точнее как воздушный шарик так что воспользуйтесь этой паузой себе во благо ну и конечно эта карта еще может обозначать много работы в закрытых помещениях или в кабинете особенно если эта работа связана с компьютером в теме денег и финансов выпала карта мир а мир обычно показывает за границу возможно ваша прибыль будет идти откуда-то из-за рубежа может быть вы будете получать какие-то переводы или получать зарплату в иностранной валюте а еще мир связан с интернетом с электронными деньгами соответственно ваши электронные кошельки тоже будут пополняться также эта карта указывает на то что вы уже достигли определенного потолка своих финансовых возможностей и пришло время выходить на новый уровень ваши доходы действительно могут вырасти только нужно говорить миру да и открывать свое сердце и свой разум для новых возможностей расширяя тем самым границы своих убеждений или ограничений и выходя из старой зоны комфорта тройка кубков выпала в теме здоровья это хорошая счастливая радостная карта обозначающая веселье на этой карте обычно изображают трех девушек которые кружатся в танце если вы ранее чувствовали себя не очень хорошо то эта карта сулит вам выздоровление и радость по этому поводу если вы чувствовали себя прекрасно тогда тройка кубков лишь поддержит ваше прекрасное самочувствие и в дальнейшем это карта легкости какой то даже может быть беззаботности это означает что ваш организм не доставит вам хлопот и так чем больше вы испытываете позитивных эмоций чем больше приятных впечатлений у вас от жизни тем ваш организм здоровее если вы будете наполнять свою жизнь хорошими воспоминаниями а для этого будете встречаться с подругами с друзьями и каждый день проживать как праздник тем самым вы улучшите работу своей гормональной системы а она в свою очередь обеспечит хорошую работу всего организма карта олицетворяющая вашу удачу и дающая вам совет это король пентаклей король пентаклей человек рассудительный трезвомыслящий практичный очень рациональный и по-хорошему приземленный он как правило уже состоявшийся в этой жизни и более того состоятельный то есть материально хорошо обеспеченный другими словами ресурсный мужчина встретить такого в своей жизни это действительно большая удача потому что такой человек может вам помочь оказать какую-то услугу дать вам свою поддержку протекцию или какой-то мудрый совет а может быть просто поддержать вас материально выступив в качестве мецената это может быть ваш отец может быть это супруг или ваш брат жених или сын а может быть это ваш друг или приятель а для кого-то это будет начальник прислушивайтесь к словам этого человека потому что то что он говорит действительно может принести вам большую удачу ну а если вам понадобится чья-то помощь ищите мужчину он вам обязательно поможет спасибо благодарю вас за просмотр дорогие мои также мне всегда очень приятно получать от вас комментарии особенно добрые хорошие комментарии ну и конечно же для вас я подготовила небольшой сюрприз который заключается в том что я заговорила кнопочку лайк на удачу и каждый кто нажмет на эту кнопку у того удача повысится в несколько раз ну что ж желаю вам удачи везения благополучия счастья любви и крепкого здоровья всем хорошего настроения пока-пока